МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бывшего главу ГКНБ водворили в СИЗО ГКНБ. Первомайский райсуд столицы избрал меру пресечения Абдилю Сегизбаеву, экс-глава спецслужб. Взят под стражу пока на два месяца. Коррупция и незаконное обогащение. Чекисты рассказали, в чем подозревается задержанный вчера Мухаммед Калай Аблгазеев. Экс-премьер-министру, судя по всему, грозит большой срок. Без кортежа и фуршета, и в условиях пандемии, как пройдет инаугурация президента Садыра Джапарова, гости мероприятия сдали тесты на коронавирус. Его называли поэтом-дервишем и человеком, который олицетворял собой творчество в любом его проявлении. Не стало народного поэта и художника Арамиса Рыскулова. И теперь об этих и других событиях более подробно. Здравствуйте! В эфире новости в студии Елена Кобзева. Начнем с громких уголовных дел. Сегодня бывшему главе ГКНБ Абдилю Сегизбаеву избрали меру пресечения. Первомайский райсуд столицы водворил его в СИЗО ГКНБ. А в рамках досудебного производства он будет там содержаться до 25 марта. Напомним, экс-глава спецслужб задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по так называемому Белизгейту, по заявлению бывшего депутата Алманбета Шакмаматова. Чекисты говорят, в ходе расследования досудебного производства были получены доказательства совершения преступлений Абдилем Сегизбаевым. Речь, отметим, идет о скандальном деле, которое потом в народе прозвали Белизгейтом. Дело в том, что четыре года назад Сегизбаев, будучи еще председателем ГКНБ, представил Алмазбеку Атамбаеву документы, прибывшие из Белиза и якобы доказывающие аффилированность трех депутатов Джугар-Кукиниша к сделке по продаже компании Мегаком. В парламенте, выступая по этим вопросам, Сегизбаев тогда назвал фамилии Омурбека Тикибаева, Алманбета Шакмаматова и Аиды Соляновой. Вскоре после этого Шакмаматов подал в Генпрокуратуру заявление на главу ГКНБ с требованием привлечь его за распространение фальшивых документов. Однако тогда надзорный орган ему отказал. Теперь, спустя четыре года свое постановление об отказе, надзорный орган отменил. Отметим, кроме Белизгейта, Абделю Сегизбаеву сейчас также вменяют незаконную трансформацию и присвоение почти около сотни земельных участков Чуйской области. Незаконное обогащение и передача заповедных земель Кумтору. В ГКНБ сегодня рассказали, в совершении каких преступлений подозревается бывший премьер-министр Мухаммед Калай Аблгазиев. Экс-чиновник, напомним, был задержан вчера после допроса и водворен в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ. В ведомстве утверждают, что Аблгазиев, будучи главой правительства, передал разработчику золоторудного месторождения Кумтор более 16 тысяч гектаров земель с их заповедными лугами, горами и ледниками. А еще Аблгазиеву подозревают в незаконном обогащении. У бывшего премьера чекисты нашли не десятки, а сотни незадекларированного имущества, оформленного на подставных лиц. Все подробности в материале Елены Яковлевой. Бывшего премьер-министра Мухаммед Калай Аблгазиева ранее уже вызывали на допрос. И уже тогда многие сказали, что, скорее всего, это дело закончится арестом. Его можно назвать настоящим чиновником и карьерным чиновником, потому что практически всю свою жизнь он занимал должности в разных госструктурах. Большую часть он провел, конечно, в структурах социального фонда. С 2010-го стал его председателем, по 2016-й занимал эту должность. Какое-то время был вице-премьером, а потом, наконец, возглавил кабинет министров. С 2018-го года по 2020-й он возглавлял как раз правительство. Его называли премьером-долгожителем. Конечно, считая чужие деньги, имущество, нехорошо, некрасиво. Но не в том случае, если речь идет об имуществе государственного чиновника. На моем фоне один из объектов, который по версии следствия как раз имеет отношение к Мухаммед Калай Аблгазиеву. И это только лишь один из десяти приведенных ими объектов. Исходя из фото с недвижимым имуществом, которое опубликовал Госкомитет, легко можно вспомнить, где в городе расположены все эти объекты. Это не только многоквартирные дома, но и торговые и офисные здания, особняки и коттеджи. К примеру, это огромное строение практически готово к эксплуатации, расположено напротив белого дома. Красивый стеклянный фасад сменил некогда существовавшее тут другое двухэтажное административное здание. Нечастный дом, отмечу. Следствие установило, что хозяин, бывший премьер-министр, только записать все это он на себя не захотел. Оформлял на близких родственников и подставных лиц. Следствие так и заявило. Неправомерно увеличил свои активы, в несколько раз превышающие его официальные доходы. По декларации 2018 года, когда Мухаммед Калай Аблгазиев как раз был премьером, все, что имел, так это животину. Экс-премьер вполне себе крупный скотовод. Более 20 лошадок, более 50 коров и полтысячи овец. А вот дома и машины у него не было. Видимо, с женой пользовались одним Лексусом 2005 года. За близкими родственниками, впрочем, числится большой дом в 278,5 квадратов. Что касается доходов, в 2017 году до премьерства у Балгазиева он составил 2 миллиона 300 с лишним тысяч сомов. А когда тот занял кресло главы Кабмина, заработок сократился до 820 тысяч в год. Но кроме незаконного обогащения, бывшему премьеру вменяют иное деяние. Вопреки интересам государства и граждан республики, необоснованные в нарушении национального законодательства, подписал постановление правительства, согласно которому ЗАО Кумторг Голд Компани дополнительно были предоставлены территории для проведения геологоразведки и добычи золота. В результате общая площадь рудника увеличилась более чем в два раза и составила более 26 тысяч гектаров, включая несколько ледников и заповедную территорию. История этого вопроса уходит еще к 2009 году. Правительство того времени заключило концессионное соглашение с инвестором и выделило 26 тысяч гектаров, увеличив площадь Кумтора. Разрешения на геологоразведывательные работы были даны в 2010-м. Часть этих земель, а именно 16 тысяч гектаров, относились к охранной зоне Срача-Тарташского заповедника. Экологи все это время бились против того, чтобы эту территорию выводили из категории заповедной под разработку. Ведь там погибнут редкие краснокнижники. И вот правительство 2012 года приняло постановление, которым срезала площадь обещанной земли до 10 тысяч гектаров. А другие 16 тысяч использовать запретили, подчеркнув, что закон об особо охраняемых природных территориях запрещает геологоразведку в заповедниках. Но в 2019 году при правительстве Абулгазива становится известно, что все вернулось на круги своя. Сообщается, что премьер ездил на Кумтор, обсуждал заключенное в 2017 году новое стратегическое соглашение и заговорил о необходимости всеми способами продлить работу рудника до, вероятно, аж 2042 года. Тут и выяснилось, что Кыргызстан, оказывается, согласился на передачу им тех самых 16 тысяч гектаров для геологоразведки. Мы рассмотрели вопрос по поводу стратегическое соглашение, приняли сведения, потом они должны были выполнить полностью стратегическое соглашение и полностью с этими участками, которые они передали постановлением правительства, они должны были докладывать и дать информацию нам. Но они каким-то непонятным причинам избежали и уходили от нас, и до сих пор мы информацию не получали. Мы же задавали такие же вопросы правительству, они отвечали, что никакой там запретной зоны отношения не имеют. И неспроста, потому что границы территории заповедника, как заявила тогда эколог Динара Кутманова, которая сегодня придерживается своего мнения, были изменены. Эта охраняемая зона была образована в 1995 году. И туда относились прилегающие кумторы участки, такие как Коэнду, Караса и Учкёль. На 16 тысяч гектаров, по словам экс-вице-спикера парламента Кубаначбека Исабекова, который тщательно изучал историю рудника, залегают еще порядка 200 тонн драгоценного металла, относительно легкого способа добычи, вместо других 200 тонн, которые находятся в пределах нынешней разработки, но глубоко и труднодоступно. В Кыргызалтыне организации, которая должна отстаивать интересы Кыргызстана в этом проекте, объяснили передачу земли как обещанную по соглашению 2009 года. Если оспаривать само получение 16 тысяч гектаров, то необходимо подчеркнуть, что в 2009 году, когда предоставлялась концессионная площадь, она была предоставлена взамен, чтобы доля Кыргызстана с 15% поднялась до 33%. Как страна теряла свои акции в Центере, другая история. Под названием «Диверсия чиновников». Сейчас же речь идет о рисках получить тяжелые экологические последствия для животного и растительного мира биосферной зоны Иссыкуля. Но республика снова оказалась заложницей соглашения, составленного беглым экс-премьером Даниэром Усеновым. Получив в 2012 году отказ, Кумтор остановил геологоразведку. А последние три года работу по этому вопросу возобновил. С прошлого года, с разрешением Мухаммед Калая Балгазиева, им и вовсе дали карт-бланш по обещанным территориям. После того, как в 2017 году перезаключили стратегическое соглашение, Кумтор стал просить обещанные ему земли. И тогда премьер Балгазиев отдал эти участки. Все постановления публикуются в официальных СМИ, но этого постановления, опубликованным, я не нашел. Прежняя власть эти земли снова решила вернуть. Теми же путями. Но все это точно незаконно. Я говорил сразу тогда, что Балгазиева надо за такие действия привлечь. Я считаю, что ГКНБ возбудил против него дело. Это правильно. Надо в целом тщательно изучить вопрос выделения этих участков, потому что это может вывести на само соглашение, которое когда составлялось при Данияре-Усенове. Изначально оно было принято с нарушением законов, и выявленное может стать основанием аннулировать его. Балгазиев водворен в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ. Ему вменяют коррупцию и незаконное обогащение. И не исключено, что к этим досудебным производствам добавятся другие. Как минимум, по его действиям во время пандемии коронавируса и по делу о радиочастотах. Елена Яковлева, Диаса Кимбаев, НТС. А следующий сюжет лучше смотреть не простым кыргызстанцам, а чиновникам, чтобы знали, как живут простые люди от зарплаты до зарплаты. Ютятся в маленькой съемной квартире, чтобы хватало на жизнь. У них нет трехэтажных особняков, машин люкс-класса, и они не летают в отпуск в теплые страны. Смотрят, в каком магазине скидки, чтобы купить самое необходимое. А еще они годами стоят в очереди на получение жилья. Сын часто спрашивает, когда мы уже переедем в собственный дом. Когда это произойдет, неизвестно. Исабек Улчубай Оуло и его жена инвалида со зрением. Он работает в поликлинике массажистом на протяжении двух с половиной лет. Она с двумя детьми дома. Трехкомнатную квартиру Исабек решил снимать вместе со своим братом. Так дешевле обходится. У каждой семьи своя комната. По словам Исабека, он стоит в очереди на квартиру в Первомайском районе Бишкека под номером 115. Я даже не мечтаю о собственном жилье, потому что наш ежемесячный доход еле-еле покрывает наши расходы ежемесячные. Поэтому я своим силам, даже если я работаю в день 20 часов и массирую 50 человек, я не могу приобрести жилье или земельный участок. Исабек работает по 5 часов в день. В конце нашей съемки он отправился в поликлинику. Дома Исабеку подсказывает старший сын, куда ступать. А на улице он передвигается при помощи трости. В свое жилье несбыточная мечта и для медсестры Наргизы Колыкуловой. Она, ее муж и сын проживают в небольшой комнате в общежитии уже 13 лет. Санузел общий для всех постояльцев. За аренду и коммунальные услуги отдают 8,5 тысяч сумм. Рада бы и взять квартиру в ипотеку, ведь Наргиза является госслужащей, работает в государственной поликлинике. Условия госипотечной компании позволяют, но заявку не одобряют. Это слишком маленькая зарплата. А в качестве первоначального взноса нужно отдать 30% от стоимости жилья, добавляет Наргиза. Мы живем трое в этой комнате. Я не знаю, не представляю, как живут чиновники, но в интернете по новостям мы смотрим на их богатство. И все говорят о том, что они нажили все это незаконным путем. А нам бы хватило одной квартиры, хотя бы однокомнатной. Аида Конурбаева ведет нас на второй этаж дома, где она снимает жилье. Здесь проживает также ее муж и две дочери. Семья переехала в Бишкек из Иссыкурской области, потому что там не было работы. Чиновники живут за счет народа, они привыкли к роскоши. А мы живем в таком доме, на то, что сами зарабатываем. В моей семье трое человек работают. Я, муж и дочь. И то не хватает. Надо ведь и за квартиру платить, и продукты покупать. У нас есть свой дом на Иссыкуле. Пришлось переехать сюда, в Бишкек, из-за того, что у одной из дочерей проблемы со здоровьем. К тому же там нет работы. Дом, где проживает Аида Конурбаева, двухэтажный. Квартир немного, а двор общий. Такой эконом-вариант приемлем для многих. Ведь еще и жить на что-то нужно. А мечта о собственном жилье так и остается мечтой. С маленькой зарплаты не накопишь. А взять в ипотеку дом, квартиру или хотя бы участок не по карману. По данным мэрии Бишкека, в очереди на получение квартир сейчас стоят более трех тысяч человек. По всему Кыргызстану люди арендуют жилье. Многие люди годами ждут, когда государство поможет им приобрести жилье, чтобы оно было уже своим, не арендованным. Анастасия Соборева, Сардар Шербаев, НТС. Прогон с дублером. Сегодня прошла генеральная репетиция церемонии инаугурации новоизбранного президента. Репетиция состоялась в Национальной филармонии, где и будет происходить основная часть мероприятия. Принесение присяги президента и передача ему атрибутов власти главы государства. Инаугурация начнется завтра в 10.45 утра. Все гости, приглашенные на церемонию, сдали ПЦР-тесты на коронавирус. К слову, из-за пандемии пришлось, как говорят в оргкомитете, отказаться от большого количества гостей и аккредитации работников СМИ. При этом организаторы обещают прямую трансляцию в эфире республиканских каналов, а также на большом экране на центральной площади Алатов-Бишкеки. Продолжение темы в материале Кубата Кубуначбекулу. Репетиция церемонии инаугурации. Вот так нового президента завтра встретит парад Национальной гвардии и оркестр Генерального штаба. А пока президента заменяет дублер. Вокруг дюжина камер и так несколько раз. В этот же день президент официально приступит к своей новой работе. Вокруг дюжина камер и так много раз. Здесь военнослужащие Генерального штаба отрабатывают приезд новоизбранного президента в филармонию, где будет проходить основная часть торжества. Сперва президент принесет присягу, далее вручат ему атрибуты президентской власти, нагрудный знак и штандарт. А еще ему глава ЦИК передаст удостоверение главы государства. Осталось совсем недолго до инаугурации новоизбранного президента Садыра Чапара. Важная часть мероприятия состоится в национальном филармонии имени Токтогула Садыганова. Подготовка уже подходит к концу. Главное политическое событие начнется без 15-11 утра. В качестве гостей на мероприятие приглашены общественные деятели, представители творческой и научной интеллигенции и весь дипломатический бомонд. Большинство уже приглашенных, как ранее сообщали, это простые рядовые граждане. Церемония откроется исполнением гимна республики, затем официальная часть вступления в должность. Саму церемонию вступления в должность президента Садыра Чапарова будут транслировать в прямом эфире республиканских телеканалов. Также инаугурацию Садыра Чапарова будут транслировать на центральной площади Аллато. Здесь устанавливают металлическую конструкцию для большого ледэкрана, чтобы жители столицы могли наблюдать за церемонией, которая будет происходить в филармонии. На центральной площади сквозь густой туман можно увидеть, как десятки сотрудников коммунальных служб заняты расчисткой снега. Важное мероприятие уже завтра, а снег надо успеть убрать сегодня. Нужно закончить все уже сегодня. Подготовка идет полным ходом. Турускул Бющеев приехал в столицу еще в 8 часов утра. Дедушка пристально следит за тем, как же идет подготовка к важному дню. Время от времени подходит к организаторам, делится своими советами. Приехал я очень рано. Живу в Сукулуке. Вот говорю молодым ребятам, чтобы хорошо организовали все. Ведь для кыргызстанцев очень важное мероприятие будет. Смотрю, вот здесь снег убирают, подметают. На инаугурацию также пригласили экс-президента Суарунбая Джейнбекова и всех кандидатов, участвовавших в предвыборной гонке, кроме ранее задержанных, экс-главы ГКН Бавделя Сегизбаева и Курсана Асанова. Мероприятие организовано с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Сегодня в оргкомитете сообщили, что все гости уже сдали ПЦР-тесты на коронавирус. Как известно, Садыр Нурходжоевич отказался от кортежа. По сценарию планировалось, что будет организован фуршет, но Джапаров отказался и от этого. Сказал, что народ поймет. Из-за чего из бюджета не будет потрачено ни одного СОМа. Инаугурация является мероприятием государственного уровня. Вступая в должность президента, Джапаров станет и главнокомандующим вооруженными силами страны. В день церемонии Садыр Джапаров примет и военный парад. Кубат Хуанч Пекула, Владимир Кулбалдиев, НТС. В Джигрукукинише сегодня избрали нового вице-спикера. Должность, напомним, оставалась вакантной в течение месяца, после того, как 22 декабря в отставку ушел Мерлан Бакиров. Сегодня его место занял член фракции «Тамикен» Нурбек Сыдагалиев. Он набрал 77 голосов, а его оппонент, представитель фракции «Нубе прогресс» Уланбек Исмаилов – 38. Новый вице-спикер, отметим депутатом шестого созыва, стал всего год назад. А сегодня стало известно, что он вместе с Искендером Гайбколовым предлагают создать при президенте уполномоченный государственный орган по привлечению и защите инвестиций. Законопроект выставлен уже на сайт Джигуркукинеша. Предложение нового вице-спикера вызвало обсуждение в соцсетях. Некоторые пользователи вспомнили, что подобная структура под названием «Цари» была создана в 2009 году. И возглавлял ее тогда сын, свергнутого в результате апрельской революции президента Курманбека Бакиева – Максим Бакиев. Обсудили сегодня депутаты, кстати, во втором чтении законопроекта о возвращении избирательного залога партиям в случае признания итогов парламентских выборов недействительными. Впервые такое произошло, напомним, в прошлом году после октябрьских выборов в Джигуркукинеш. В ходе обсуждения законопроекта депутат Дастан Бекешев предложил прописать пункт, который запретил бы возврат залога тем партиям, которые пользовались админресурсом и массово подкупали голоса избирателей. Партиям Беремдик, Кыргызстан и Мекеным, Кыргызстан не должны возвращать избирательный залог. Конечно, в отношении этих трех партий нет юридического закрепления о том, почему они виноваты. Но в октябре все остальные политобъединения требовали отмены результатов как раз из-за них. Поэтому ЦИК вынуждена была вынести такое постановление. Или вы хотите сказать, что все произошло по вине других партий или граждан? Подкуп был или его не было? Форма 2 была? Давайте запишем исключение тем партиям, которые виноваты, а следствие установит это. У этих трех партий нет морального права забирать избирательный залог. Куда девались куриные яйца с прилавков Бишкека? Почему они такие дорогие? Жители столицы негодуют по поводу роста цен на продукты питания. С каждым днем, по их словам, они дорожают. Более того, теперь наблюдается дефицит некоторых видов продукции. Буквально за месяц стоимость яиц поднялась на 40 сомов за десяток. Если еще в декабре их можно было купить за 80-90 сомов, то сейчас на рынках они по 100-120 сомов. Чем объясняют такое резкое подорожание продавцы и поставщики? Смотрите в сюжете Кубата Кубынычбекулу. С нового года, наверное. Как корма подорожали, так и яйца подорожали. Продавцы уже шутя говорят, яйца действительно стали золотыми. Ведь за последние два месяца они подорожали почти на треть. С декабря ценники приходится менять чуть ли не каждый день. Объяснять покупателям, говорят продавцы, почему так происходит, очень сложно. Люди чаще всего просто проходят мимо. Цены вы видите сами. Дорого. Все жалуются. Да и товара у нас нет. В день могу продать около двух-трех лотков яиц. Из-за пандемии многие фабрики разорились. Знаете, в этом году торговля очень слабая. Не знаем, что даже делать. Приходится каждому объяснять, почему так дорожает. Да, я заметила, что на прилавках очень мало яиц. Я в основном покупаю домашние, они всегда были дорогими. Зато качественные и очень вкусные. Знаете, трудно приходится лишь пенсионерам. Кто купит яйца по 120 сомов? Да никто. Импортные яйца, как и всегда, стоят дешевле отечественных. 40% всего объем яиц завозится из соседнего Казахстана. Руководители отечественных птиц и фабрик, много не думая, сразу называют причину. Подорожал комбикорм. Ведь, как известно, 70% куриного рациона состоит из импортных добавок. Кукурузу, сою и витамины завозят из Европы, России и Казахстана. Резкий скачок курса доллара повлек за собой и подорожение импортных продуктов. Если так будет продолжаться, то цена может вырасти до 15 сомов за штуку. За лоток покупатели будут отдавать 150 сомов. Уже сейчас стоят по 12. Сейчас острая проблема с кормами. Их в нашей стране просто не хватает. Как вам известно, еще в конце 2019 года в России зафиксировали вспышку птичьего гриппа. Из-за этого мы не могли импортировать яйца. В этом году производители еще не заключили новые договора с крупными маркетами по поставке яиц. Уже нужно составлять новые документы. Также предприниматели требуют от поставщиков, чтобы им предоставили так называемый ретро-бонус. То есть скидки, если объемы поставок будут большими. Но к консенсусу еще стороны не пришли. Поэтому наблюдается дефицит яиц. Думаю, в скором времени вопрос решится. По словам владельцев птицефабрик, ежегодно фермеры завозили суточных цыплят из России. Но из-за пандемии рейсы были прекращены. В начале года чартерным рейсам фермерам удалось доставить в страну около 140 тысяч цыплят. Но пока они вырастут и начнут. Нести яйца нужно время. Сейчас в птицефабриках яйца продают по 8 сомов 80 тыинов. Но вот на рынках цены завышены. Каждый продает как хочет. Убатхуан Чпекул, Ахзат Тюлеев, НТС. Не стало Рамис Рыскулова. Заслуженный деятель культуры, народный поэт Кыргызстана, почетный гражданин города Бишкек. Человек, который всем своим существованием олицетворял творчество в любом его проявлении. Рамис Рыскулов скончался накануне ночью. Ему было 86 лет. В память о себе поэт и художник оставил десятки произведений, которые отражают богатый внутренний мир мастера. И его чудаковатый, как выражаются его коллеги, взгляд на жизнь. Он был самой стихией поэзии, говорят сегодня его современники, делясь воспоминаниями об уникальном, талантливом и неординарном Рамисе Рыскулове. Я всю свою звонкую силу поэта тебе посвящаю, родная планета. Это строчки-манифест самого Рамиса Рыскулова как нельзя лучше характеризует яркого, неординарного, но такого настоящего жизнелюбивого поэта и художника. Его не заботили личные земные блага, не интересовали богатство, деньги, карьера, власть и политика. Он безразлично относился к тому, что думают и говорят о нем другие. Гениальный поэт жил словно в своем мире, мире вдохновения. Он прирожденный романтик. Он жил только с поэзией и художественным видением и рисовал свои рисунки. Ему было все равно, где писать. Или в доме, или в домотворчестве, или там в ущельях, или там на улицах. Везде он жил, искал образы. В теме и отличается романтик. Его стихи и мастерство своеобразны, неповторимы. Начался творческий путь Рамиса Рыскулова в конце 50-х годов, когда молодой одаренный поэт поступил в Литературный институт имени Горького в Москве. Там-то и родились те самые строки, которые через некоторое время войдут в первый собственный поэтический сборник. В Москве вместе с ним учились известные ныне поэты, которые и составляют когорту шестидесятников. Про всех них говорили, что они намного опережают свое время. Также некоторые старшие и уже известные коллеги по цеху отзывались и о Рамисе Рыскулове. Неординарного творца называли главным бунтарем среди отечественной плеяды пишущих. Однако спустя некоторое время талант мастера был признан творческой интеллигенцией. Его произведения начали переводить на другие языки. А многие даже стали говорить, что именно благодаря Рыскуловскому нестандартному видению поэзии национальная художественная литература резко вырвалась на новый уровень. У него современниками были Вознесенский, Эфтищенко, Рознесенский, вот такие Ахмадулина. С ними он учился вместе и он хотел киргизской поэзии открыть. Такие же горизонты открыли, которые русские молодые поэты. И Рыскулов много у нас поэтов. Но Рамискуловская школа была, в которой молодые поэты повторяли его щекосложения, его манеры, его ведение мира. Поэтому он создал киргизскую и молодую поэзию в том и его заслуга. Чудаковатый, искренний, не подбирающий слов и выражений, никогда ни перед кем не заискивающий, добрый и простой. И коллег, и читателей в первую очередь он покорял своими человеческими качествами. Понять творческую душу, его страхи, его мечты можно было просто прочитав несколько его стихотворений. Во многом именно поэтому в последние годы жизни поэта называли Ираке. Таким образом, не только наделяя его титулом главы поэтического сообщества, но и стараясь выразить особенное расположение и уважение к мастеру. Он был чем-то вроде нового дыхания для нашей литературы. Он сделал привычное непривычным. И именно это многим тогда показалось чем-то чудаковатым, даже безумным. Но нельзя отрицать, что все, что делал Рамис Рыскулов, было гениально. Он ведь не только стихи писал, еще и картины. Они были такие же, как и строчки его стихотворений, не похожие на что-либо. Во всех его произведениях был целый мир, такой, каким он сам его видел. Тот, который он хотел передать всем остальным людям мира. «Накануне своих 80 лет я приехал на такси. Зря торопился. К столетию теперь пойду пешком». Так сказал Рамис Рыскулов незадолго до своего 80-летнего юбилея. Однако спустя шесть лет по дороге к отметке век, кажется, свернул в другую сторону. И так и не дошел до 100-летнего юбилея. Накануне его не стало. Яркая и насыщенная жизнь закончилась продолжительной болезнью. У выдающегося поэта остались двое дочерей, внуки и многочисленная армия поклонников его творчества. Остались и десятки произведений, опубликованных и раздаренных просто так, во имя искусства. Это и подтверждает в очередной раз то, что творческий человек жив, пока живы его произведения. Пока память о нем хранится в сердцах его читателей. А это значит, что Рамис Рыскулов в своих необычных, не всегда идеально срифмованных стихотворениях, затейливых, придуманных самим же словечках, навсегда останется в памяти не только кыргызстанцев, но и многих любителей литературы по всему миру. Сабина Дамаскина, Орлан Кемельбеков, НТС. На этом все. Спасибо, что были с нами. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин